После того, как всё так быстро поменялось, Крым стал частью России, поменялась власть, поменялось всё, как вообще там живётся? Ну, это на каждый день. То есть что-то вы на себя ощутили, что поменялось? Ну, живётся по-разному, конечно. У всех по-разному живётся. Если вести речь о крымских татарах, то, наверное, сегодня крымские татары, возможно, можно сказать, что они подвержены какой-то опасности, наверное, всё-таки. Вы считаете, что только крымские татары подвержены больше опасности? Я думаю, что их безопасность подвержена. Их безопасность заставляет думать о том, что есть проблемы, которые связаны именно с крымско-татарским фактором. Почему? Потому что, ну, это же вообще известно, сколько уже пропадало людей. И, насколько я сейчас знаю, шестеро пропавших, из них двое найдены, один повешен, другой мёртвым. Обыски проводятся в мечетях, не в церквях. То есть вот по такому принципу, по этноконфессиональному принципу, видимо, идёт какое-то, не знаю, какое-то давление-то или, может быть, власть опасается чего-то. Ну, официально они ищут религиозную литературу, которая, возможно, наносит какой-то экстремистский оттенок. А что, крымские татары, они очень религиозные? Да, я бы не сказал. Вполне светский народ. Вы и при Украине были защищёнными, и сейчас защищёнными. То есть для крымских татар ничего не поменялось, правильно? Ну, по сути, по большому счёту, я бы не сказал, что что-то существенно поменялось. Поменялось только, вы знаете, в Крыму власть всегда менялась. И почему-то всегда пытались отыграться на крымских татарах. В этот раз на крымских татарах, потому что они проявили гражданскую позицию во время мартовских событий. То есть они высказали своё мнение, оно известно. Они не взяли в руки оружие, они мирным способом показали своё отношение ко всему происходящему. Всё. Ну, видимо, это послужило каким-то толчком к действиям против них, скорее всего. А скажите, много крымских татар уехало из Крыма после того, как... Статистики такой не ведётся. Её просто нет. Ну, а вот вы вот с людьми разговариваете? Есть разные данные. Даже мне, например, не хочется даже озвучить какие-то цифры, потому что в основном сейчас крымские татары проповедуют идею не уходить из Крыма во что бы то ни стало, а находиться в Крыму. Это наша земля, это наша территория, на которой мы сформировались и должны жить. И дальше продолжать свой род, как говорится, да. Кто бы ни пришёл в Крым, кто бы ни пришёл. Потому что в Крым много кто приходил за эти 200-300 лет. Ну вот мы вернулись в Крым не для того, чтобы исходить из Крымы, понимаете? Поэтому мы будем там жить.